МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Регион-12» информационная программа «12 новостей республики». В студии Виталий Рыжков. Здравствуйте. Генеральная уборка началась. В МРИЛ стартовала акция «Земля Марийская. Наш чистый дом», принять участие в которой могут все желающие жители региона. В течение двух ближайших недель во всех населенных пунктах Марийского края будут проводиться работы по озеленению и благоустройству территорий, побелки деревьев и, конечно же, уборки скопившегося за зиму мусора и ликвидацией стихийных сфалок. Вся республика задействована в этой акции. На территориях всех муниципальных образований проходит. Более 400 точек для уборки определено. И во всех учреждениях образовательных проводятся экологические уроки. Старт акции «Земля Марийская. Наш чистый дом» был приурочен к началу первого из ежкаролинских городских субботников, которые проводятся в рамках месячника по благоустройству столицы МРИЛ. Следующий субботник пройдет уже завтра. Массовый выход горожан на уборку улиц Ежкаролы продолжится и в конце следующей недели, 22 и 23 апреля. В мэрии города призывают жителей столицы не оставаться равнодушными и напоминают, что участники субботников будут обеспечены всем необходимым инвентарем и транспортом для вывоза мусора. Ну а на ремонт улично-дорожной сети Ежкаролы уже ушло около тысячи тонн асфальтобетонной смеси. На данный момент завершен ямочный ремонт Ленинского проспекта на участке от Казанского тракта до улицы Карла Маркса. Части улиц Хасанова и Серова заканчивают работы на Панфилова и Ишкинина. Выходные дорожные работы начнутся на улице Вознесенской, проспекте Гагарина и Советской. В МРИЛ, впрочем, как и по всей России, продолжается декларационная кампания. Отчитаться о доходах за прошлый год необходимо не позднее 4 мая. Во всех налоговых инспекциях сегодня и завтра день открытых дверей для налогоплательщиков физических лиц. Всего, по данным ОФНС по МРИЛ, налоговые инспекции республики уже приняли более 23 тысяч деклараций о доходах. Это на 12% больше, чем декларационную кампанию прошлого года. Дисциплинированные налогоплательщики крайнего срока не ждут. Декларацию по налогу на доходы за 2015 год в обязательном порядке должны предоставить индивидуальные предприниматели. Физические лица, получившие доходы от реализации имущества, которое находилось в их собственности меньше трех лет. Те, кто получил доходы от сдачи квартиры или другого имущества, либо дорогие подарки. А также те, кому посчастливилось выиграть лотерею и получить доход. Опоздавшим придется заплатить штраф. Важно помнить, что нарушение сроков подачи документов влечет за собой применение штрафных санкций в размере не менее 1 тысячи рублей. На основании обработки полученных сведений из внешних источников общее количество физических лиц, обязанных представить налоговую декларацию по доходам за 2015 год, по нашей инспекции составляет 2700 человек. В настоящее время более 1 тысячи физических лиц исполнили свою обязанность по представлению налоговой декларации. Это 37%. Межрайонной инспекции номер один, которая обслуживает Медведевский, Оршанский и Советский районы, подсчитали. По представленным декларациям сумма налога, подлежащей уплате в бюджет, уже составила более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Довольно активно налогоплательщики стали пользоваться сервисом «Личный кабинет» на сайте ФНС. Всего в Мариел на портале налог.ру зарегистрированы около 70 тысяч физических лиц. Пользователи личного кабинета налогоплательщика для физических лиц имеют возможность направить декларацию 3НДФЛ в электронном виде, при этом документы в бумажном виде дублировать не потребуется. Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц» налогоплательщик должен лично с паспортом обратиться в любую инспекцию Федеральной налоговой службы России. В налоговой тем временем напоминают. Жители республики, кто обращаются в налоговые инспекции исключительно с целью получения вычетов, имущественных, социальных, стандартных, сейчас могут не торопиться. Такие декларации подаются в течение года. Кстати, нынче в системе начисления налоговых вычетов произошли значительные изменения. Что касается стандартного, вычет на ребенка теперь предоставляют до тех пор, пока доход работника не превысит 350 тысяч рублей. До начала этого года лимит составлял 280 тысяч рублей. Налоговые инспекции говорят, с каждым годом получателей различных налоговых вычетов становится все больше. Чтобы не создавать очередей, декларацию на получение вычета можно также направить бесплатно, не выходя из дома или офиса, через личный кабинет на сайте ФНС. Столицы Мариел и Татарстана вновь соединены пригородным железнодорожным сообщением. Менее часа назад в Ешкар-Алу после небольшого перерыва прибыл рельсовый автобус из Казани. Как сообщает региональное министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, с сегодняшнего дня, кроме поезда Казань-Ешкар-Ала, также будет курсировать поезд Ешкар-Ала-Табашина. Также железнодорожный состав, связывающий с столицей Мариел и Татарстана, будет отправляться из Казани днем по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Ешкар-Алы, соответственно, утром в субботу, воскресенье и понедельник. Что же касается пригородного поезда из Ешкар-Алы до Табашина, то он будет ходить также в режиме работы уикенда. Отправление из столицы Мариел в 18.50, обратный поезд из Табашина в 5 часов утра. Подвижной состав данных пригородных поездов – рельсовые одновагонные автобусы. Как сообщает компания-перевозчик, полная стоимость проезда из столицы Мариел до Казани составит 282 рубля. Из Ешкар-Алы до Табашина – 156 рублей. Завтра жители Мариел смогут проверить свою грамотность и знание русского языка. В нашей республике, как и по всей России, состоится очередной «Тотальный диктант». Напомню, что первая подобная акция прошла еще в 2004 году в Новосибирске. А в прошлом году диктант одновременно писали уже около 70 тысяч человек из 50 стран мира. Организаторы «Тотального диктанта» ежегодно приглашают известных писателей и литераторов, которые предоставляют для этой акции специально написанный авторский текст, до этого никогда и нигде не публиковавшийся. В этом году автором диктанта будет детский писатель, поэт, драматург и сценарист Андрей Усачев. Традиционно в Мариел будет организовано сразу несколько площадок, на которых будет проводиться акция. Написать диктант смогут и жители районов республики. Растет сама акция по количеству принявших участие в ней. И мы тоже не стоим на месте. В каждом регионе есть своя динамика. У нас, мы надеемся, что в этом году придет больше человек, чем в прошлом. И мы охватываем больше районных центров. В этом году, например, новый Тарьял проявил инициативу провести самостоятельно, на месте, своими силами это мероприятие. В остальные районы практически все, за исключением пока что Юрина и Килимар, мы посылаем своих представителей, волонтеров, где вместе с учителями на базе средних школ будут проведены практически в каждом райцентре 16 апреля, тотальный диктант. Что касается столицы Мариал, то уже традиционно площадками проведения тотального диктанта станут учебные корпуса МАРГУ. С их списком можно ознакомиться на сайте классического университета. Начало диктанта в 15.00, но организаторы рекомендуют прийти немного заранее, чтобы без спешки пройти процедуру регистрации. Кстати, указывать свое настоящее имя не обязательно, а ваш результат будет известен только вам. Прийти написать тотальный диктант, как обычно, может любой желающий. Причем написать текст можно под псевдонимом. Знать результат будет каждый индивидуально. Очень важно преодолеть стереотип того, что русский язык – это что-то такое скучное, обязательное. Нам важно показать, что это добрая атмосфера, знание русского языка – это престижно, и это признак умного человека. Самая массовая встреча представителей народа Марии проходит в эти дни в Йошкар-Оле. Более 500 человек со всех уголков России собрались в столице республики на 10-й юбилейный всемарийский съезд. Раз в 4 года представители народа Марии собираются, чтобы разработать и утвердить проекты, способствующие росту национального самосознания, этнической и духовной консолидации марийцев. Каждый из делегатов съезда приехал на обсуждение со своими пожеланиями, предложениями и рекомендациями о том, как сохранить самобытность, традиции и культуру марийского народа. Самое важное – политическая стабильность и национальное согласие. Поэтому съезд, он всегда является неким консолидирующим элементом, наверное, в национальной политике. Во-первых, те решения, которые съезд вырабатывает, это задача на перспективу, в том числе и правительству республики Марии, потому что мы подключаемся для их реализации. Это первое. Второе – это национальное согласие в самом народе. Ведь всякие бывают веяния, правильно? Если народ видит успехи, которые достигает правительство республики, муниципальное образование, поддерживает и выражает свою поддержку, это совершенно другой калинкур для работы. Одна из задач, решение которой обсуждали делегаты во время селекционных заседаний, это поиск новых форм в том, чтобы заинтересовать молодежь к изучению родного языка. Безусловно, молодежь разговаривает, песни звучат, в школах изучаем, в садике изучаем, мероприятия проводятся на марийском языке. Сегодня, наоборот, надо выйти на уровень интернета. Все то, что любит молодежь – это электронные учебники, электронные ресурсы, это интернет-сообщество, словари марийские. Именно так мы можем привлечь молодежь и добиться того, что марийский язык встанет на уровень с изучением русского языка, с изучением английского языка. И я думаю, что, в общем-то, это в наших силах, и это войдет в резолюцию. Сохранение языка и национальных традиций особо актуально для марийцев, проживающих далеко за пределами республики Мариэл. Мы занимаемся исследовательской деятельностью, между собой общаемся на марийском языке. У нас есть общество, которому будет 10 лет, 23 апреля. Мы организовали воскресную школу для марийских детей, но и не только для марийских. Приобщаем детей к марийскому языку, к культуре, через игру. Среди предложений, с которыми прибыли делегаты на съезд, есть и те, что, по мнению авторов, инициатив должны послужить толчком для развития некоторых сфер малого бизнеса, например, по производству сувенирной продукции, которая по мере развития въездного туризма все больше набирает популярность. Председатель региональной организации ремесленников республики считает, что было бы правильно ввести звание «Народный мастер Мариэл». К слову, подобные звания есть и на уровне российском и в соседних регионах. Мы должны свою сувенирную продукцию показать качественную, чтобы она не была, как, скажем, китайский ширпотреб, а именно с национальным колоритом, который отвечает всем канонам сувенирной продукции. И когда есть такое звание, у человека есть стремление стремиться к высокому мастерству. От частного к общему. Перспектива развития марийского национального движения, роль марийского народа в укреплении российской государственности, марийская молодежь и современность, «Духовная культура народа Марий». Вот круг обсуждаемых на съезде тем. Принятые по итогам обсуждения резолюции станут отправной точкой для работы обновленного пленума Всемарийского совета на ближайшие четыре года. Один завершился, следующий в активной подготовке. В Ешкороле в историю театра теперь вписан 14-й фестиваль балетного искусства имени Галины Улановой. Пока не юбилейный, но оттого не менее значимый. В числе участвующих в нем звезды мировой величины, которые, в свою очередь, отметили фестивальное движение в столице Мирел с каждым годом выходит на новый уровень. Так уже сейчас началась активная подготовка к летним сезонам. Танец как увлечение, работа как сама жизнь. Михаил Мартынюк – лауреат различных всероссийских и международных премий и конкурсов премьер театра «Кремлевский балет». Его копилки – главная роль в классике мирового балета. «Лебединое озеро», «Рэмо и Джульетта», «Щелкунчик», «Спящая красавица». Про Танец Мартынюка говорят, что он не просто выразителен и техничен, но поражает своей виртуозностью и высоким артистизмом. Именно Михаил исполнил одну из главных партий «Война Солорович» в королевской постановке «Боядырка», что и стало главным сюрпризом для наших театралов. Я впечатлен размерами сцены, вообще театром, гримерными и залом. В целом все просто потрясающе. Звезды балета мировой величины Михаил Мартынюк, Джой Вомок совместно с танцорами театра оперы и балета завершили «Улановские вечера» несколькими постановками. Впрочем, как признают сами артисты, для каждого из них приглашение приехать в Ишкаралу – предложение радостное, а значит и практика выступления звезд большого балета в постановках нашего театра будет продолжена. Я хочу сказать, на сегодняшний день балерина Ишкарала театра является на уровень международный план, и для меня огромная честь и вдохновение работать рядом с труппой. Стоит лишь услышать имя Улановой, как сразу возникают образы двух городов, с которыми связаны жизнь и творчество балерины – строгого Петербурга и пестрого Москвы. Парадоксально, но единственный в мире фестиваль в честь великой русской балерины проводится именно в нашей республике. Неизвестно даже, знала ли Галина Сергеевна о Марийском государственном театре оперы и балета имени Эрика Сапаева. Тем не менее, именно здесь прижился мемориальный фестиваль ее имени, проходящий в этом году уже в 14-й раз. Невероятный интерес у зрителей, и на всех спектаклях фестиваля залы были полные, причем такая афиша плотная. У нас за неделю прошло огромное количество спектаклей, в общем, за неделю практически пять спектаклей. Когда подводишь итог фестиваля, конечно, всегда главное, чтобы все события состоялись. В этом году все состоялось, и приехали все заявленные солисты. Слава богу, не было никаких замен, отмен и переносов. Меж тем на этом театральный сезон не заканчивается. В конце апреля театр представит еще одну премьеру – музыкальную сказку «Золушка». А уже в июне будет дан старт уже полюбившемуся ишкаролинцам фестивалю «Летние сезоны», в котором, как стало известно нашему телеканалу, театр даст несколько постановок под открытым небом. Традиционная сценическая площадка, которую мы очень любим и дорожим, это, конечно же, Патриаршая площадь, это же, конечно же, здание Террадиохолдинга «Регион-12». В этом году это будет опера «Иоланта». На фоне замечательного вашего здания, на нашей сцене будет происходить совершенно замечательно звучать замечательная опера Петра Ильича Чайковского. А перед событием, которое будет 23 июня, мы 18 июня даем балет «Ромео Джилета», как было уже заявлено в прошлом году, по окончании «Лебединого озера», даем балет «Ромео Джилета» на фоне замка Шереметьево. Более подробно о ходе подготовки к фестивалю смотрите в ближайших выпусках программы «12 новостей республики». Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Напомню, что выпуски Мариел ТВ смотрите в утреннем эфире в 6.30 на телеканале «Регион-12». Смотрите нас в интернете на сайте tvregion12.ru. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Площадь Оболенского-Ноготкова открыта в Ишкарале 4 ноября 2007 года. По соседству здание правительства республики, администрации города, а также сразу два государственных вуза. Центр притяжения горожан и гостей Ишкаралы – Национальная художественная галерея. Но для тех, кого интересует мода, открыты двери современного торгового центра. Пора избавляться от надоевших теплых пальто и плащей. Пришло время легких курток, ветровок и обуви. Именитые дизайнеры уже давно дали советы о том, как выглядеть весной 2016-го. Байкерский или прямой простой покрой ветровок. На чем остановить свой выбор – сегодня в рубрике «Галерея стиля». Усердные старания дизайнеров подарили возможность представительницам прекрасного пола подчеркнуть свое изящество и чувство стиля. Оксана, заручившись модными советами, отправилась в один из любимых торговых центров Ишкаралы. Я очень люблю стиль кэжуал и надеюсь, что сегодня я что-нибудь подберу. Яркие цвета, необычные декоры, веселые принты – все это активно используют дизайнеры при создании ветровок этой весной. Так, с помощью трендовых моделей худенькие представительницы прекрасного пола подчеркнут свои достоинства. Трофей городской модницы в весеннем гардеробе – куртка из кожи. Ее носят и с классическими брюками, и рубашками, и с джинсами самых различных фасонов. Тренд 2016 года – приталенный женственный крой, прорезанные карманы и застежка-молния. Не только кожа, но и другие материалы способны придать изделию популярность. На пике моды находятся твит, драп и кашемер. При использовании этих тканей дизайнерам удается создать модные фасоны курток этой весной. Дутые жилетки. Такая модель составит уютный, раскованно-спортивный дуэт с джинсами для поездок на природу или на дачу. Наступило тепло. Все чаще хочется время проводить на свежем воздухе, поэтому сегодня я выбрала такой образ. Торговый центр «Галерея» станет для вас настоящим помощником в подготовке к весенне-летнему сезону. Отдел «Верхняя одежда» на третьем этаже торгового центра «Галерея» порадует вас огромным выбором ветровок, курток и жилетов. Представлены бренды «Макс Мара», «Спортстав», «Гамелия», «Кирсон» и «Мелдос». Аксессуары для вашего образа вы сможете подобрать в отделе «Гримуар» на первом этаже торгового центра «Галерея». Не хотите пропустить новую коллекцию или сезонную распродажу? Заполняйте анкету в торговом центре «Галерея» и получайте СМС-уведомления о новинках моды. Только 16 и 17 апреля скидка до 50% в отделе «Пальто», «Ева» и «Пепа Джинс». Подробности у продавцов-консультантов. Наступила весна. Многие жители Республики Брел столкнулись с проблемой, что кровля протекает. Это происходит или из-за того, что материалы старые, или каких-то внешних повреждений. Мы можем предложить простой вариант для решения этой проблемы. Например, мастика «Абрис» РУ, которая работает от минус 60 градусов до плюс 160 градусов. Она не отверзаемого типа, то есть при высыхании сохраняет свою эластичность, как резиноподобный материал. Терпит уфоизлучение, не растрескивается, не стекает. И выступает как клеящий материал для приклеивания рулонных материалов. Сейчас сделаем эксперимент. Есть макет кровли мягкой. Сделаем надрез и посмотрим, как можно это загербетизировать. Для работы на кровле нам понадобится мастика «Абриса РУ», в ведре или в баночке кисть. И можно вырезать как бы заплаточку из того материала, из которого состоит кровля. То есть в данный момент рубероид. Берем кисточкой. Наносим на поврежденный участок. На поврежденный участок. Потом прикладываем непосредственно заплаточку на порез. И сверху можно закрыть и промазать. Все через сутки у айспирид, в котором разведена эта мастика, выметрится. И в заплаточках приклеится. Очень хорошо. И не ветром, не дождями. Ее просто не атомлютим. Эти герметизирующие материалы пригодны для всех строительных поверхностей. В данном случае мы покажем на примере профнастила, то есть кровля состоится из профнастила. Сделаем в ней отверстие и загерметизируем. Самый простой вариант – это мастика-абрис лентой, армированная фольгой, как отражающим материалом от ухо-излучения. Вырезаем норринцеви заплаточку. Вместо обезжиривается, убирается пыль, грязь. Снимается антиадгезионная пленочка и накладывается непосредственно на это место. Разглаживается, прижимается. Вот за несколько секунд вы отремонтируете кровлю. Но во время схода снега, льда с крыши, эта гидроизоляция может разрушиться. Вот так вот сложно, но все-таки можно. Снег сдерет эту заплаточку. Мы можем применить тогда герметик-абрис без армирующего слоя, двухсторонней, также вырезать заплаточку. Снять сначала с одной стороны антиадгезионную пленочку, заклеить, потом снять сверху верхний слой, вырезать заплаточку из того же профнастила, который превышал бы отверстие. И спокойно приложить на эту дырочку, приклеить. И эту металлическую заплаточку можно усилить с саморезами. И тогда она вообще никуда не денется. И кровля прослужит намного дольше. Весной течет не только кровля, но и подвалы. Этими мастиками-абрис можно загрегметизировать именно фундамент, чтобы в подвал не проникла влага. Эксплуатации этих герметиков и мастик 20-30 лет. При температурах от минус 60 до плюс 160 градусов. Практичные и долговечные решения для строительства и ремонта предлагает своим клиентам торговый дом «Герметик». Сотрудники торгового дома «Герметик» успешно решают проблемы гидроизоляции, теплоизоляции, герметизации любых объектов, помогая своим клиентам в подборе герметизирующих материалов, предлагая консультации по их монтажу. Кроме того, торговый дом «Герметик» является эксклюзивным представителем марки «Данки» в Ишкарале. «Данки» – это линейка высококачественных подоконников с глянцевым акриловым покрытием, представленные в широкой цветовой гамме. Отличная новость для ишкаролинцев. Дорогие друзья, торговый дом «Герметик» стал намного ближе к вам. Мы открыли свой фирменный отдел на центральном рынке города Ишкарлы. Сити-центр, первый этаж. Здесь вы можете приобрести весь ассортимент товаров, которые находятся у нас на «Баумана 100». Даже заказать подоконники и откосы в нарезку по вашим размерам. С доставкой надо. Внимание! Магазин «Герметик» на «Баумана 100» работает в прежнем режиме. Все подробности по телефону в Ишкарале 55 37 00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова